Добрый день! Меня зовут Насон Ивана, и сегодня я проведу прямой эфир на тему флиппинга. Я архитектор и дизайнер с многолетним стажем. И сейчас меня лично очень заинтересовал такой бизнес, как флиппинг. Я хотела им заняться уже давно, но никак не решалась. И недавно совершенно услышала прямой эфир между Катериной Дятловой и Люсей Дербенко. Как оказалось, флиппинг уже давно у нас существует, и многие дизайнеры уже вовсю практикуют этим. Это как отдельное направление. Это не сложно, наверное, правильно обо всем этом рассказать. Поэтому я приглашаю в свой эфир человека, который уже давно практикует и успешно практикует флиппинг в Москве. И сейчас я попробую отправить... Отправить... Катерина, присоединяйтесь. Я попробовала... Да, отлично. Катерина, я несколько слов сказала, но я думаю, что лучше обо всем этом рассказать именно вам. Потому что после того, как я послушала ваш прямой эфир, я прямо-таки загорелась. В начале, где-то, наверное, февраля или марта прошлого года я первый раз услышала именно о флиппинге как о бизнесе от Ольги Косаревой на одной из ее лекций, которая предполагала, чем же заняться дизайнером в это сложное время. Но я, честно говоря, для себя его никоим образом не рассматривала. На самом деле сейчас у меня достаточно проектов. Но я понимаю, что это может быть вообще отдельным направлением бизнеса. Это даже не совсем дизайн, это все-таки бизнес-процесс. Да, это бизнес-процессы, да, это отдельное направление, скорее всего. Ну, и этим могут заниматься и дизайнеры самостоятельно. А чем это может быть интересно студиям? Именно для обучения сотрудников очень удобно использовать этот формат. Потому что мы обучаем сотрудника за очень короткий срок. Понятно, что каждый, кто берет с нового человека в студию, да, есть какой-то процесс, когда ты объясняешь, как вы делаете, что вы делаете. И обычно он растягивается на реализацию всего объекта. И вот этот вот момент, когда ты этот процесс сокращаешь просто до двух месяцев. Это, конечно, и студиям тоже выгодно. В общем, флиппинг такая интересная, очень многогранная вещь, если уж этим заниматься, да, то много интересных вещей. Екатерина, а можно, чтобы подробнее просто объяснили? Я, насколько поняла, когда мне отвечали на вопрос, знаете, что такое флиппинг или нет, основная часть аудитории, основная часть подписчиков в принципе не знают, что такое флиппинг. Для многих это слово вообще много. Флиппинг – это инвестиционный ремонт. Родилось это направление в Америке, где многие миллениалы делают себе первое состояние непосредственно при помощи именно этой модели бизнеса. Когда они покупают недооцененную недвижимость, делают в ней ремонт и продают ее с большой маржинальностью. У нас ситуация стала очень похожей, да, и почему мы зашли в флиппинг? Мы зашли как раз год назад активно, да, в это направление, скажем так, страна, да. Ну, стало это проявляться все уже ближе к осени, к августу, когда стало понятно, что есть некоторая проблема с тем, что сложно укомплектовать объекты, люди стали еще больше бояться стройки, и возникла большая-большая потребность в флиппинге. Флиппинг – это ремонт объекта фактически, да, для того, чтобы поднять его рентабельность на рынке. До, ну, вот я зашла в сентябре, да, в это направление, и тоже очень интересно, каким образом я туда пришла, потому что это было достаточно случайно, это было из-за того, что у меня было обучение, и увидев обучение, увидев то, что у меня что-то не получается по срокам у девчонок, мне моя знакомая предложила попробовать развивать именно это направление, и оказалось, что это, ну, как бы мы оказались на волне, да, в этот момент. И мне кажется, что, ну, сейчас, когда я смотрю и понимаю, что делает студия, и как мы вообще с этим работаем, и также я рассказываю о том, что изначально позиционироваться, да, после мишленовских ресторанов и рассказывать, что ты занимаешься экономичными ремонтами, было психологически очень сложно. Но потом, когда я уже поняла, насколько это финансово эффективная модель, мне стало уже комфортно и удобно говорить об этом, потому что, в общем, ничто не говорит там лучше «да», чем цифра нашего банковского счета, на мой взгляд. И вот эта вот история о том, что да, удобно, да, практично, да, быстро, да, здорово, набирают кейсы люди, там, девочки, которые ко мне только пришли в сентябре работать, у них уже есть публикации. И, конечно же, не знаю, мне кажется, что прям за этим будущее, на самом деле, потому что не надо недооценивать вот этот сегмент бюджетных ремонтов, и нужно показывать только все время свою ценность. Вот это очень важно. И сегодня как раз я говорила об этом с риэлторами, и после интенсива в чате я тоже вижу очень много информации по поводу и поиска, да, подобных заказов и о том, как себя транслировать. То есть тут очень важно просто понимать, что архитектор, дизайнер интерьера – это очень важный человек для ремонта, для стройки. Просто это незаменимая вообще составляющая действительно качественного продукта. Я ставлю, что первый вопрос прозвучал. В каком городе вы этим занимаетесь? Мы этим занимаемся в Москве. Вот. А вообще, в принципе, это, конечно же, этим можно заниматься везде. Я, знаете, что хочу добавить, что я вот сейчас проходила на прошлой неделе интенсив, Екатерина. Я, к сожалению, двоечнице, я не успела сдать работу, которую она задавала, но я ее сдам непременно, как только вернусь в Москву. И среди участников интенсива были, в общем-то, совершенно и не москвичи, и даже, по-моему, и не дизайнеры-архитекторы, а люди, которые хотят войти в эту профессию. Екатерина провела очень классный интенсив, очень много дала, очень много рассказала. И я думаю, что вот то, что вы сделали, это вы открыли такую для людей глаза, для дизайнеров глаза, новые возможности. Лично мне, вот честно вам скажу, то, что я занимаюсь высокобюджетными проектами, и мне не страшно будет сказать, что я буду заниматься и флиппингом, потому что это, в общем-то, очень классно. Для меня, например, в нем еще есть один такой момент, что ты, в общем-то, можешь сделать проект и реализовать его без участия заказчика. Это главное. Вы знаете, я хочу сказать и про обратную сторону медали. Как только вы начинаете позиционировать себя как дизайнер для флиппинга, и люди понимают, что вы стоите не сумасшедших денег, и к вам можно обратиться. Вот в данный момент я захожу в такие проекты, в которых я не была никогда. Я вообще такую недвижимость в Москве не видела. Ни с такими ценами, ни с таким метражом. И у меня два сейчас таких проекта, и именно потому что я занимаюсь флиппингом. Именно потому что я могу быстро, экономично, здорово привести в хорошее состояние объект. И поэтому не надо забывать, что это наши кейсы в том числе. Да, вот еще расскажите, пожалуйста, сам процесс, он достаточно быстрый? Сколько времени занимает именно у дизайнера создание проекта? Сколько он появляется на стройке? И что в результате он получает? Смотрите, зависит, конечно, от скорости работы дизайнера. Это прям такая интересная расчетная величина, да, потому что она у всех разная. Но по работе студии, по тем сотрудникам, которые есть у меня, я вижу, что не на работу, а на прокрастинацию, на принятие решения у дизайнера уходит значительно больше времени, потому что нет доверия себе. И вот развивая доверие себе, да, тому, что вы все-таки в потоке, можете действительно творить прекрасные вещи, и выбирая первый вариант из того, что вам понравилось, а не просматривая все и возвращаясь к первому, вы значительно сократите это время. И, конечно, когда человек ограничен, в принципе, по времени, да, вот, ну, физически, да, он понимает, что у него нет больше времени. Это реально сделать вообще за день. Это, знаете, вот сейчас вот то, что вы сказали, у меня заказчик мой на одном объекте, я ему показывала первый вариант. Он этот вариант хотел еще, еще, еще хотел увидеть вариант, и в результате мы реализовали первый вариант. Как обычно и бывает, на самом деле. И также надо просто как бы вот это доверие нужно в себе выращивать, да, профессиональное, что то, что тебе откликнулось сразу, это и есть правильно, да, вот не нужно вот все это перерывать, перелопачивать, и, конечно, не нужно зарывать свою яркость, какую-то индивидуальность, нужно как можно больше подчеркивать, можно взять просто любой референс и повторить его, да, но вот такой, который тебе понравился и откликнулся, и в этом тоже нет ничего плохого, потому что ты крадешь как художник, ты его прочитаешь по-своему, в итоге это сложится вообще из других материалов, скорее всего, когда ты будешь уходить в бюджетный сегмент, и это будет выглядеть иначе, но изначально твоя вот эта идея, концепция, она останется. Вот, поэтому на самом деле, вот реально день для тех, кто очень занят, много прокрастинирует, этот проект можно собрать за неделю максимум. Мне еще вот, знаете, что понравилось, что на самом деле, вот сейчас с вашим интенсивом, действительно на рынке есть проблемы с материалами, а вы подстегнули изучить этот рынок, узнать о том, что в принципе, вот не все потеряно для дизайна, мы можем совершенно спокойно найти и достойную керамогранить, достойную плитку, покрытие напольное, и двери, в общем-то, тоже научились делать у нас неплохо. То есть, в принципе, даже сама мебель, например, вот я сейчас, я вам все-таки отправлю свой проект, я нашла диваны, очень симпатичные диваны, я даже не подозревала, потому что действительно работая в другом сегменте, не изучаешь этот эконом-сегмент, а этот эконом нужен на другом уровне. И действительно, вот я видела работы, которые ваша студия делает, мне очень понравились, и они такие жизнеутверждающие. И можно еще спросить, вот в конце проекта вы делаете съемку, да? И вы упомянули, что некоторые ваши девушки уже опубликовали работы. У нас было две публикации в маленьких квартирах и одна публикация в бюро 314, печатное издание. Здорово. И они с удовольствием берут, наверное, да? Да, знаете, с удовольствием взяли, потому что мы сначала вообще не предполагали, что будем отправлять на публикацию, как-то даже мысли такой не возникало, честно говоря, да? Вот совсем, ну как бы ты же привык, что там, слушайте, у меня бьер не очень брали. Да, и поэтому, в принципе, как бы это вообще, мне кажется, что должен сидеть специально обученный отдельный человек, который занимается тем, что он отсылает ваши проекты. И как бы каждый раз это какая-то такая, ну для нас, в общем, очередная, да, вот эта вот история с тем, чтобы отправить себя еще там 8 раз отправить. А тут оказалось, что все очень просто и очень легко. Это было комфортно достаточно опубликовать, потому что этот сегмент, он идет в определенные, ну в определенные издания, да, маленькие квартиры, они с удовольствием берут в публикацию. Ну и чудесно. Кстати, надо сказать, что ни от кого не было такого отзыва по количеству заказчиков, как от маленьких квартир. Да. Да? Ну вот, тоже секрет для маленькой компании. А скажите, пожалуйста, ну вот после интенсива я вижу в чате сообщение, когда все к вам обращаются, а как же все-таки найти инвесторов? Вот тоже еще вот такой момент, что флиппингом занимаются не за свои деньги, а инвестиционные проекты. А знаете, дело в том, что кто-то инвестирует самостоятельно, да, есть инвесторы, которые уже и занимаются флиппингом, есть флиперы, которые для того, чтобы, ну, чтобы комфортнее было и бюджетнее делать свою, да, недвижимость, которую они делают, они берут и параллельят два объекта. Берут свой объект и берут инвестиционный рядом, в близкой локации для того, чтобы сократить нагрузку транспорта. Да, ну и это чуть-чуть финансово выгоднее, да, когда у нас два объекта рядом. И, конечно, вот, в принципе, этим занимаются по большей части люди, которые занимались различными видами, там, кредитования ранее, да, и вообще работали с инвестициями в недвижимость. Это люди, которые работают в компаниях застройщика, потому что у них есть специальные цены на недвижимость, и они покупают ее ниже рынка. Это люди, которые занимаются риелторскими услугами, да, у которых есть тоже такой опыт. И, на мой взгляд, ну, вообще у меня была, конечно, такая идея, но, к сожалению, я понимаю, что она, наверное, никогда не состоится. На мой взгляд, самый лучший флиппер – это дизайнеры. И я, в принципе, собираюсь тоже выйти в флиппинг и заниматься сама флиппингом. И я знаю дизайнеров из топ-100, которые ушли и занимаются флиппингом. Но не для заказчиков, а просто для себя. Потому что, конечно же, кто, кроме нас, может вообще повысить стоимость квартиры, да, ну, в разы. Ну, вот, и эту доходность можно ни с кем не делить, а это будет ваш собственный доход. Главное – освоить вот эту историю с тем, что вы подбираете себе квартиру и научиться ее реализовывать, и найти дизайнера, риэлтора, который вам будет помогать. Ну, вообще, как бы, конечно, тут нужно общаться. И вот я говорю, что тут я вижу тоже сообщение девочки, я ему сегодня постараюсь ответить, о том, что обесценивают немножечко дизайнеров, да, и говорят, что это дорого с дизайнером и так далее. Так вот, ну, мы с вами-то тут все дизайнеры, правда же? Мы же понимаем, что дизайнер экономит время, деньги, бюджет, и без дизайнера, ну, ни один ремонт не закончится хорошо на самом деле. Вот, и только когда ты доносишь ценность до тех людей, которые с тобой, в общем-то, ну, там, в одной лодке, они понимают вообще весь этот, весь смысл. Вот именно с такими нужно беседовать. И если изначально вам человек говорит, ну, вот, ты знаешь, не надо, пусть он дорастет просто до этого, да, просто человек не дорос. Вот, а, конечно, да, что-то плохо с него слышит, да? Да, не созрел, и более того, я уверена, что этот рынок сейчас очень здорово поменяется. Вот прям я вижу коллег, которые были на конференции, которые мы устраивали 17-го числа, и, знаете, это была такая провокация, потому что пришло очень много коллег, причем пришли в верхний эшелон, они сели таким рядом, вы не были, наверное, на конференции, да? Вот, и это, и они, конечно, вообще пытались разносить нас в пух и прах. Вот, и сейчас я в течение вот этой недели, я вижу всех тех, кто присутствовал, что они взяли себе квартиры, работу с флипперами. Вот, поэтому заходят крутые дизайнеры, прям вот очень крутые дизайнеры, на лекции которых я раньше ходила, они заходят в эту тему, и я уверена, что, конечно, уже этот рынок не будет прежним никогда, потому что закончилась эра домохозяев, туда выходят дизайнеры, и, конечно же, мы теперь будем делать очень крутые квартиры. Вот был вопрос, мы его пропустили, спрашивают, чем руководствуются при выборе стиля на определенном объекте? Дело в том, что мы делаем разные локации, да, вот сейчас у меня эта квартира выпускается в Отрадном, и мы целимся в такие аудитории, знаете, у нас они разные квартиры, да, одна такая очень спокойная в классической стилистике, другая у нас квартира такая побрутальней под молодежь, и мы понимаем, что вот эти вот брутальные квартиры, которые нам кажется, что они такие очень мужские, они почему-то тоже очень хорошо востребованы на рынке. А вот, допустим, мы делали лофт на Казакова, но понятно, что это яркое такое красивое здание, и оно для молодежи, и там можно было сделать молодежный дизайн. Поэтому, на самом деле, как бы вы тут вольны делать то, что вам хочется, и я говорю, что вот еще раз, да, что это все можно притягивать всегда к своим кейсам, для того, чтобы вам это было выгодно выложить в портфолио, потому что там плюс-минус, да, плюс-минус километр свой стиль есть всегда. Вот так как я хорикой занималась, да, я говорю, вхожу по ресторанам, и я вижу, кто что делал, да, и вот рестораны разные, да, заходишь в ШИ, заходишь в МАЮ, но ты понимаешь, что это Наташа Белоногова, да, у тебя даже мысли не возникают, что это кто-то еще сделал, а они вот, ну, это же сам почерк. А скажите, пожалуйста, насколько инвесторы влияют на тот стиль, который будет, ведь все-таки все равно показывают, вы знаете, ну, бывает по-разному, но вообще почти не влияют, минимально. Бывает иногда, на начальном этапе у меня бывало так, что инвестор пытался вмешаться, достаточно быстро они понимали, что их решения не самые верные, да, и после этого они уже доверяют. Вот когда вы нас учили на интенсиве, мы составляли такие таблицы с бюджетом. В принципе, когда делаешь большой проект, то этот бюджет, ну, ты говоришь о ценах, но это все так, тебе даже особенно ничего не комментируют. Вот, в конце концов, высокобюджетный проект, и не задумываешься о деньгах. Как в этом случае жестко регламентируют финансы? Вот нужно уложиться в такую сумму в ремонте? Или это все-таки есть какой-то свободы? Никакой свободы действий нет. Вот о чем мы говорились на берегу, о том и договорились. Но единственное, что мы реализуем этот проект, и бывает так, что у нас остались деньги. Такое тоже бывает. Для нас это очень выгодно, как для дизайнеров. Потому что если у нас остались деньги, значит, мы можем себе позволить больше декора, мы можем позволить какую-то дополнительную мебель. Нам не придется с каких-то других объектов как-то перетаскивать, чтобы это все сделать прилично, что-то добавлять. Поэтому для нас выгодно уложиться в бюджет, оставить себе хорошую дельту на декор. Для нас важно заказать все вовремя, чтобы мы могли закупить то, что хотим по низким ценам. Для нас важно уложиться в бюджет всегда. Потому что все-таки мы говорим про коммерцию. Мы говорим о том, что человек на этом зарабатывает. И в дальнейшем, если вы тоже пойдете сами в флиппинг, для вас это будет тоже очень важно. Потому что лишний раз не позволишь себе какую-то историю, понимая, что ты теряешь на этом деньги. Скажите, пожалуйста, рабочие, которые осуществляют ремонт, отделку, их уровень, они сразу занимались бюджетным ремонтом? Или все-таки это те, которые знают, как использовать материалы? У нас разные бригады. Вот сейчас на объектах работают как раз те, кто пришли из высокого бюджета, и те, кто всегда занимался вот такими вот экономичными работами. А те, кто пришли из высокобюджетной ниши, они в разы лучше. Они уже поняли, что они будут зарабатывать быстро, качественно, ну, как бы, да, что это для них тоже выгодно. И сейчас они работают с удовольствием с нами. Если сначала у них были сомнения, да, а сейчас им комфортно, и мы будем продолжать работать именно с ними. Мы с вами не поговорили о сроках. Ведь флиппинг имеет смысл в этих очень коротких сроках. Однозначно. Вот минимальный срок, за который делаются квартиры? У меня сейчас есть квартира, которая выходит очень быстро, но мы там делаем именно ремонт, прям быстрый ремонт, и не делаем мебелировку совсем, потому что квартира очень большая, и она нестандартная для флиппинга, да, и поэтому получается, что вот ее мы ремонтируем две недели. А если мы говорим про то, что мы демонтируем, завозим, привозим или возводим заново даже в новостройки, ну, это все одинаково, потому что там процессов по сушке больше, здесь процессов по демонтажу, то мы стараемся уложиться всегда в восемь недель, два месяца у нас. Скажите, пожалуйста, в основном вы берете спальные районы, правильно я понимаю? С удовольствием будем брать центр. Нам очень нравится работать в центре, вот, и зависит просто от бюджета флипперов, и разная недвижимость заходит сюда, и у нас и в центре, ну, вот улица Казакова все-таки это Садовое кольцо, у нас было два объекта, а если говорить о... начинали мы вообще с Подмосковья, первые квартиры у нас были в Подмосковье. Скажите, пожалуйста, ну, вот делается проект, там, либо в виде мудборда представляется, в виде трехмерок, кто как умеет, как и привык работать, и там присутствует какая-то мебель и красивая подача. Когда продается квартира, этот проект показывается покупателем или нет? Или он это только остается внутри, между флиппером и дизайнером? Он знает, где у него стоят розетки, как он может что-то купить, потому что, конечно же, мы не всегда мебелируем все комнаты. Бывает так, что какую-то комнату мы оставляем пустой, потому что мы не знаем, спальня это будет или детская, мы просто делаем универсальную электрику. И мы даем проект этот в распечатанном виде, мы его дарим покупателю. Он лежит всегда на объекте при показах. Давайте немножко скажем, в каком виде этот проект, что это не толстенный альбом, но там... Это не в 8, да. Самая главная информация. И эта информация, она подана так, чтобы всем было понятно. Инвестору, дизайнеру, строителю и в дальнейшем покупателю. Это очень тоже важно, что ты все узлы не расписываешь, ты должен сразу продумать и подать их... Там и нет узлов, потому что мы делаем достаточно простые вещи, действительно простые, мы делаем качественно, хорошо. Тоже на интенсиве мы показывали, смотрели тогда, в каких условиях на самом деле, что мы можем увидеть на циане. Ну, каждый, кто только не на ночь, пожалуйста, делайте это с утра. Вы можете зайти на циан и посмотреть, что предлагают там приобретать покупателям. И когда вы увидите, в каких условиях живут сейчас современные люди, вы поймете, что мы делаем изумительные для них условия, даже когда мы говорим про экономичные сегменты, натягиваем натяжные потолки и что-то делаем очень простое. И да, нам не нужны сложные чертежи, они должны быть максимально понятны всем. Начиная от того человека, который не читает по-русски и должен просто это понять именно по цифрам, по условным обозначениям. Вот, поэтому мне кажется, что вообще мы придем к этому, мы придем к простым чертежам, мы уйдем от этих многотомных сочинений просто однозначно, потому что они нужны в строительстве, допустим, они нужны в каких-то еще там... А в итоге все равно пальцем на стройке, даже когда у тебя есть очень красивые узлы, они отлично отчерчены, даже очень опытные строители зачастую ошибаются. И ты не можешь просто отдать чертежи на стройку, на реализацию, не присутствуя самостоятельно, да, и быть уверенным, что тебе сделают все правильно, положат нормально закладные под все двери, да, там сдвижные перегородки правильно выведут, там, кондиционирование еще в это место нужное, наклеят гипсовый карниз и не перепутают верх-низ и так далее. Да, все равно вот это все нуждается в нашем постоянном сопровождении. Вот чтобы этого не было, на флиппинг-объектах мы даем максимально простую информацию, компонуем ее так, чтобы было всем все понятно, вот, и не ударяемся в какие-то сложности. Авторский надзор на флиппинг-проектах есть или нет? Относительно. Это все-таки дистанционный надзор. Дистанционный, потому что, ну, это не очень выгодно, конечно, кататься по всем объектам, мы это прекрасно понимаем, когда мы сталкиваемся, там, с жилыми объектами или с реализацией, там, коммерческих объектов, иногда наше присутствие требуется, там, два раза в неделю. А когда мы говорим про флиппинг-проект, то мне достаточно трех визитов туда. Вот. Вот, в начале, когда я сдаю проекты, смотрю, что они сделали по черновым, я прохожусь, проверяю электрику вместе с ними, и потом я приезжаю декорировать. Вот сегодня я была там на Пестеле, к сожалению, не смогла снять. У меня одной фотографии, я так спешила на выступление, что я, оказалось, что я прям впритык уже успеваю, я вообще была удивлена, что я стояла ровно в 12.40 на сцене, и даже не успела, только успели все задекорировать, и я сразу уехала. Вот. Но на самом деле, ты не появляешься там бесконечное количество раз. Если у тебя есть нормальная коммуникация со строителями, проблем не возникает. Если, ну, если появляются сложности, то, да, конечно, придется присутствовать, придется приезжать, расруливать какие-то вопросы и так далее. Скажите, пожалуйста, вы сейчас так, в общем-то, такой бизнес-проект, но вы делитесь своей информацией. Такая информация, которая от вас идет, она, в общем-то, дорогого стоит. И я понимаю, что эти интенсивы, вы уложите конкурентов или нет? Я вообще к этому, знаете, у меня своя философия, на самом деле, в этом отношении. Чем больше ты делишься, тем больше к тебе приходит. Вот. И у меня не возникает вопроса, мы коллеги, мы коллеги, мы не конкуренты. И вы знаете, у нас на интенсиве были девочки с очень обширной географией, да, это Израиль, это Франция, это Финляндия, это Турция. И мы не можем конкурировать. Мы можем быть только коллегами, мы можем поддерживать друг друга, показывать какие-то решения. И так много всего интересного, и такие интересные находки были у девчонок на интенсиве, да, если посмотреть то, то, что там находили там по отделочным материалам даже, да, мне кажется, что если мы будем этим делиться, рассказывать, ну, еще больше, то наши проекты мы будем реализовывать быстрее, качественнее, и просто станет, ну, намного больше классных интерьеров, а не то, что у кого-то кто-то там отрежет часть доходности. Нет. Вообще дело не в этом. Оксана Аникеева присоединилась и пишет отличная философия. Оксана ландшафтный архитектор. Я как раз, вот мы сейчас говорим о флиппингах, о квартирах. Случалось ли вам делать проект с домами? который у меня пришел, для меня было неожиданность вообще в Москве увидеть подобное, подобное вообще в принципе. Да, у меня сейчас, у нас сейчас в работе есть один дом. Я не могу сказать, что это флиппинг, да, но это, ну, того же разряда, да, потому что это все-таки как редизайн. Больше редизайн, да, ну, но, как сказать, но отросли у него ноги именно из флиппинга, да. Люди увидели, что мы занимаемся флиппингом и поняли, что мы можем достаточно в комфортном для них режиме привести их дом к тому виду, в котором бы они хотели жить, а не в том, в котором он 10 лет создавался. Они не живут в этом доме, но он им уже не нравится, да, и у нас есть возможность это сделать быстро, экономично, просто и привести его в приличный вид. Катерина, скажите, пожалуйста, все-таки кто может заниматься, какие дизайнеры могут заниматься флиппингом? Уже с опытом или со всем? Вот те, кто закончили только какие-нибудь школы, и могут приступить флиппингом? Все дизайнеры могут заниматься флиппингом. Но если опытным будет легко, просто и понятно, то молодым и неопытным дизайнерам будет, конечно, сложнее. Им придется дольше, дольше показывать себя инвесторам, для того, чтобы сформировать уже постоянный поток клиентов. Ну, я это вижу сейчас, потому что мы реализуем конкурсные проекты, я вижу, как бы, да, вот как работают дизайнеры. И, конечно, вот этот вот момент, дольше, сложнее, но очень важно. Вы знаете, просто дело в том, что здесь не наказывают за ошибки, да, здесь нет каких-то таких критических ситуаций, которые у вас могут возникнуть на стройке с вашим заказчиком, если вы вошли уже в небюджетную, да, историю. И мы понимаем, что действительно у нас бюджет, даже если он обозначен на входе, да, в жилье, этот бюджет у нас увеличивается раз в 10. Вот. И когда он увеличивается раз в 10, вы, получая 5,5 копеек, фактически, ну, при том бюджете, который затрачивается на объект, отвечаете, в том числе и финансово, за свои промахи. И даже если вы не отвечаете юридически, это на вашей совести, получается, понимаете? Промахнулись там с тем, промахнулись с тем, и вы прекрасно понимаете, в какие цены это выходит заказчику. Так лучше отрепетировать на котятах, увидеть, как что разводится, и дальше это все делать, и масштабироваться уже в другой сегмент. Тут вопрос, если дизайнер придумал сам. Сейчас. Бывали случаи, когда делали красивый ландшафт для продажи загородного дома, и заказчик передумывал, оставался жить там. Есть ли такие случаи в вашей практике? Нам уже два раза приходилось уговаривать заказчиков все-таки реализовывать квартиры. Да, поэтому мы вообще, в принципе, никогда не рекомендуем заходить в инвестиционные проекты пополам с друзьями и еще как-то, потому что должен быть один человек, который принимает решение по продаже, по стоимости продажи и так далее. Вот это важный момент. И бывали случаи, когда мы потеряли, мы потеряли почти месяц на том, что после того, как мы сдали объекты, мы уговаривали заказчиков все-таки выставить их на продажу. Насколько зависит оплата дизайнера от продажи квартиры? Как договор составить? Просто на самом деле каждый... Я когда заходила тоже в эту сферу, нет же, ну, как бы, я так понимаю, что я вообще чуть ли не первая тут была, вот сейчас у меня такое впечатление создается. Вот, конечно, ничего такого не было, и я думала, каким образом лучше рассчитать. И я для себя пришла к финансовой модели, когда мы получаем только за... Вот последнюю сумму я получаю в момент фотосессии. Я не хочу быть привязанной к продаже, я не хочу привязанной быть к маржинальности, я хочу получить свои деньги, на этом все закончить. Вот, может быть, кому-то будет интересно привязывать именно процент доходности, но тут слишком много факторов завязано, не только вы. Вот, поэтому, в общем, так себе история. Я так подумала. Вот еще очень важный момент такой, фотосессия. Обычно, когда мы заканчиваем какой-то объект, мы сами оплачиваем, но иногда мы привлекаем участников процесса фотосессию. Фотосессия – это дорогая вещь. Это и фотографа оплатить, и стилиста, или там чего-то не хватает взять в аренду какие-то предметы. Ну, во-первых, мы декорируем полностью, мы пробовали по-разному, да, вот сейчас мы пришли, наше последнее, вот, наше мнение, да, финальное, что весь декор, который мы собираем, он должен остаться на все показы. Мы не забираем ничего, мы не берем ничего в аренду, ну, кроме как ковры, и то мы их пытаемся купить, да, в итоге. Вот, бывает, что мы берем ковры, снять интерьер, и все остальное мы стараемся купить. И чтобы стояли, и даже сейчас мы не берем срезанные растения, да, мы берем либо долгостоящие ветки, либо мы берем уже горшечные растения, которые на этом объекте будут стоять, потому что очень важно покупателю, что он увидел, к тому же и прийти. Мы покупаем недорогой декор. Вы знаете, сегодня давно девчонки даже смеялись. Сдаю еще одну явку вам в эфире. Да, я привезла супердизайнерские тарелки, которые сама вчера купила в магазине «Фамилия» по 100 рублей. 99 рублей. Да, никто не поверил, что это вообще возможно. Это возможно, на самом деле, и бывает. Бывают места, знаете ли, где можно очень хорошо поживиться декором за очень бюджетно. На самом деле, первый раз меня так вот, прямо так скажем, раскорячило, по-другому не могу сказать, когда я снималась в этом телевизионном проекте, и мне дали 10 тысяч рублей на декор. Вот я стою с этими 10 тысячами рублей, думаю, и куда? Вот куда я пойду? И я им говорю, куда мне с этим идти? Они мне говорят, отлично, Ашан, Аби, ты все найдешь. Вот, и это было первый раз, когда я везла целый багажник потом на стройку, ну, на уже отремонтированный, точнее, объект, я везла целый багажник декора, который был куплен ровно на 10 тысяч рублей. Вот, и это было, конечно, ну, смешно и нелепо. Сейчас на 10 тысяч рублей можно вот так, сейчас я уже знаю, где купить декор, чтобы оставить его на объекте, и чтобы все было прекрасно. Вот, поэтому декорируем, мы обязательно оставляем эту сумму, закладываем ее в бюджет, и прямо изначально она у нас прописана. Дальше, у нас фотосессии, либо делятся вместе с инвестором, ну, у нас разные просто, я работаю с разными инвесторами, с кем-то мы делим пополам, кто-то оплачивает сам инвестор, оплачивает это все, ну, полноценно, потому что это ему надо. Но тут он уже может диктовать, что он не хочет моего фотографа, а возьмет своего, который для риэлторов, и это будет чуть дешевле. Но дело в том, что мы сейчас уже все прекрасно снимаем интерьеры на мобильный телефон. Правда. Да, и если нам не нужно что-то такое прям заоблачное, а нам это нужно для контента и даже для сайта, мы совершенно спокойно это все оцениваем самостоятельно. Вот, ну, да, для журнала, ну, пригласим подругу при приятной цене. Ну, потому что если мы все работаем, да, я понимаю, что у молодых дизайнеров это не будет, но я рекомендовала обращаться к тем, кто обучается, к студентам, да, и брать оттуда людей, которые уже тоже хорошо снимают, но у них еще нет такой базы, и они с удовольствием тоже нарабатывают себе клиентскую базу, приходят и снимают это за бюджетный, ну, за какой-то там минимальный бюджет, скажем так. Стилиста приглашаете? Не приглашаем. Ну, с удовольствием бы приглашали, но стилисты нынче недешевые. Ну, и привозной декор, ну, и привозной декор, вы знаете, потому что все-таки они используют искусство, они используют привозной декор, который стоит совершенно других денег, которые просто, ну, не подходят на этот объект. Согласитесь, мало какой стилист сейчас, ну, может быть, они сейчас придут к флиперам работать, но пока что мало какой стилист, скажем так, я съезжу фамилию, я тебе куплю самую дешевую там посуду, да, там, не знаю, съезжу на цветочную базу, ты не волнуйся, там, живопись сделаем сами. Поэтому, если нам нужно что-то сделать, ну, девчонки-студенты приезжают у меня, рисуют, и мы вставляем это в пост. Да, это тоже выход. Ну, вот то, что вы сказали про фотографов, у стилистов тоже есть свои школы. Наверное, тоже для практики. Можно иногда обращаться, если у самих не хватает там сил, возможностей или времени все это организовать, то как вариант, наверное, так же можно. Но вы знаете, честно говоря, еще тут тоже такой момент, что вы когда, конечно, как архитектор, согласны, что взгляд замыливается. Хорошо, когда пришел свежий человек со свежим. Но вы все равно прекрасно поставите себе композицию в кадре, вы прекрасно поставите доминанты, поймете, где что светло, где темно, как подвинуть книжки на шкафу, чтобы их три штуки, но выглядело, как будто весь шкаф заполнен. Ну, как бы это такие вот простые уже азы, что если вы сделали одну, две, три съемки, то вы уже прям, ну, как бы понимаете, что нужно. Да, я с вами полностью согласна. Я посмотрела, что вы, мне кажется, вот этот интенсив провели, и вы собираетесь дальше. У меня просто какое-то безумное количество запросов, честно говоря, вот. И меня на первом-то чуть-чуть подснесло, потому что я, ну, я не преподаватель, я вообще не планировала ничего подобного, просто я проводила конференции, я спикер, я проводила конференцию, на конференции кто присутствовал, они сказали, ну, как бы их было прям много, и все начали писать, и на конференции подходить, дайте, дайте, дайте какой-то курс, что-то сделайте. Я сначала заявила одну дату, потом поняла, что, ну, как бы, я не готова вообще ни морально, ни физически, это вообще первый раз, когда я что-то запускаю вот такое. И тогда я уже все-таки, ну, решилась, запустила интенсив, у меня был очень большой, на самом деле, наплыв желающих, и остались люди, которые не успели попасть, да, там, не могли по каким-то причинам попасть, и до сих пор мне пишут в директ о том, что хотят. Ну, я для себя решила, что хорошо, последний раз, еще раз, я проведу этот интенсив, потому что, ну, я, честно говоря, мне сложно держаться долго в одной теме, у меня уже совершенно другие идеи, я сейчас увидела новое, совершенно там непаханное поле того, что нужно дать дизайнерам, да, и мне хочется дать какую-то другую даже информацию уже, ну, вот, а большой запрос именно на флиппинг. Поэтому вот сейчас дам еще один пул с флиппингом, и я уверена, что, ну, просто я вижу, что уже девчонки пошли заниматься, сейчас все наши звезды выдадут уже свои курсы по флиппингу, просто даже не сомневаюсь, у них все профессионально заточено, у них кураторы, у них все как положено, и все будет с лучшими уроками на гид-курсе. Преподавание, это очень тяжело, и, конечно, это отдельное направление, тут либо ты занимаешься профессиональной своей деятельностью, либо ты преподаешь, все вот так поделить невозможно. Я вас услышала тогда на прямом эфире с Люсей Дербенко. Люсей, я давно на нее была подписана, я даже ее рекомендовала, когда она просто скетч делала, как работала на заказ, а тут перед Новым годом купился новый планшет большой, и вдруг она объявляет набор на курсы, я тут же прям, наверное, первая, кто пошла, и я понимаю, сколько сил уходит, вообще сколько времени на преподавание, но она там делится информацией, как она преподает, лучше преподавателя у меня еще не было. И вы, в общем-то, так много рассказывали, вот, в принципе, сжато, и очень вся информация нужная, ничего лишнего вы не сказали, все по делу. И, конечно, я представляю, что если заниматься именно этот прибыльный флиппинг, то заниматься вот так преподаванием готовить, это тяжело, я понимаю. Но я вам хочу сказать, что, наверное, не стоит совсем его бросать преподавание, может быть, там, какой-то месяц посвящать, именно вести эти интенсивы, там, неделю, но, мне кажется, не стоит от него отказываться. Зачем? Да, наверное, кто-то придет, из знаменитых дизайнеров этому будут рассказывать, но вы первые. И нужно, наверное, засталкиваться. Спасибо большое. На самом деле, у нас был изначально какой-то больший проект обучающий даже, да, ну, как бы мы все представляли чуть более монтабно, но, к сожалению, да, из-за того, что ты не можешь быть и педагогом, и заниматься операционной деятельностью, это сложно, да, потому что нужно куда-то себя полностью, ну, чему-то себя полностью посвятить. И я тоже ученица Люси, я Люсю обожаю, причем я покупаю курсы, даже, если честно, и уроки не смотрю, но я не могу не быть в этом поле, и мне все время, все время думаю, а, когда же у меня будет время, чтобы сесть и посмотреть Люси на уроки, потому что, ну, даже то, с чем я соприкасаюсь, оно сделано изумительно, и действительно просто, ну, нет лучшего учителя, чем Люся. Да, она просто вообще прекрасна. Богиня обучения, я бы сказала, для дизайнеров. Вот, и, конечно, глядя на нее, понимаете, делать мой интенсив, ну, как бы и я тут со своим интенсивом, когда я, ну, я в формате работающей многодетной матери, и я понимаю, что как мне удобно, я все делаю это только для себя, да, я не делала это ни с продюсером, у меня не было там прогревов, еще чего-то. Это было все вот просто там из желания делиться, да, с аудиторией, которая есть у меня, и которая приходит ко мне на выступление. И, конечно, вот этот вот, я очень рада, что это имело такой успех, да, и что пришли люди, и что есть хорошие отзывы, их много, и мне очень приятно. И на самом деле самым большим отзывом для меня было, я не говорила об этом, я, наверное, не скажу у себя на странице, но у нас в интенсиве был человек, которого мы реально вернули к жизни. к полноценной жизни и в профессию. Вот, и это было, и когда мне этот человек писал, вот я прям сидела и плакала, потому что для меня это было прямо, знаете, прорывом. Я поняла, что даже и не флиппинг, да, а вот опора, потому что дизайнеры все-таки очень творческие люди, и у нас вот эти эмоциональные качели, они просто невероятные. И когда человек оказывается еще в какой-то сложной жизненной ситуации, если эта проблема связана еще и с его здоровьем, то это вообще очень тяжело. И вот поддержка, да, возможность транслировать, говорить о себе, говорить о своей стилистике, да, заявлять о себе, ну, нет у нас этого. И мы больше всех, мне кажется, из всех профессий подвержены тому, что там неловко, неудобно, мы не уверены, что это правильно и красиво. И, конечно, мы вот в этом отношении очень проседаем. Вот. И вчера у меня было как раз, был урок, и самое интересное, что все прямо постили одни и те же фразы после этого, ну, для дизайнеров. И я понимаю, что вот в этом, на самом деле, больше нуждаются дизайнеры сейчас, понимаете? Это так же, как кейсы, это так же, как написать, как правильно оформить там скриншот с лекции, да, для того, чтобы тебя перепостили. Это, ну, вы видели, я написала, да, это было просто уникально. И, кажется, это должны знать все, это так просто, потому что это такой инструмент для его продвижения, но, к сожалению, нет. Вот не знают. И к нам в интенсив заходили девчонки, мы знакомились изначально, и многие заходят с закрытых аккаунтов. Аккаунт, где только дети, собачки и кошки. Но как еще продвигаться дизайнеру, если вообще не заявлять о себе никак? Да, и, знаете, так даже, вот я начала в 96-м году. Первая реклама, которая у меня была, это в журнале «Салон» строчка. Вот 96-й год строчка за 150, по-моему, долларов она стоила, нам принесла, нам 150 тысяч долларов заказ. Это была, и такая реклама, она, в общем-то, стоила денег. А сейчас ты, в принципе, бесплатно можешь себя сам продвигать. Раньше такого интернета не было. Не было, даже сайты, они были не так, чтобы сильно как-то оформлены и востребованы, не особенно их смотрели. Мы все стремились опубликоваться в журналах, чтобы тебя заметили. А сейчас ты имеешь возможность. Инстаграм, хоть его там, кто-то смотрит с VPN, я сейчас без VPN, через неделю буду опять с VPN. Есть Пинтерест. Фейсбук у меня так вот не работает. Все почему-то игнорируют, я все время говорю, люди, используйте Пинтерест. Но почему не пользуйтесь? Он спокойно, совершенно продвигает бесплатно, там вечно зеленый контент. Вы связываете его с сайтом, с Инстаграмом, и все это бесплатно работающее. У меня вот реально, на сайт сейчас заходит больше из Пинтереста, и запросы идут оттуда, даже оттуда из Пинтереста, чем с Инстаграмом. Почему не пользуются? Не понимаю. Ну, это действительно так, а потому что стесняются выкладывать кейсы, потому что нет оформленных кейсов, не знают, как разложить кейс. Слушайте, вы знаете, вот в Ютюбе у меня там что-то так прям народ просто подписывается и подписывается, но туда выкладываешь буквально работу. Вот тот же самый флиппинг, если идешь на объект, снимаешь и выкладываешь в коротких шотах, и просмотры просто в небо уходят, потому что людям интересно смотреть то, что делают, кто что делает, как это делается, любые мелочи. Да, но, к сожалению, когда у тебя большая загрузка, то тебе нужен специально обученный человек, который за тобой еще ходит, и ты снимаешь. Вот. А вообще, мне кажется... Это не так работает. Это привычка. Это абсолютная привычка. Вы знаете как? Я вот иду на объект, я сразу встаю, телефон начинаю снимать. Я потом, может быть, выложу, что у меня куча всего в телефоне сохранено. Это можно позже выкладывать, не обязательно сразу же. У меня тут один архитектор говорит, ну, вот объект закончится, а что же ты будешь показывать? Ну, во-первых, я не волнуюсь, что этот закончится, я другой буду показывать. Но у меня столько информации, которую я еще нигде не показала, что я могу ее показывать бесконечно. И вплоть до того, что, извините, как гипсокартон крепится в определенных местах, как он днется, даже это фотографируешь и показываешь в Пинтересте. Или ты снял это, как короткое видео, показываешь, и это будут смотреть. И чем больше ты себя заявляешь в интернете, в разных, там, в Инстаграм, в Ютуб, в Пинтерест, раньше было Яндекс.Картинки, Яндекс.Дзен, чем больше тебе упоминаний, тем больше, наверное, так формируется и бренд, проще тебе доказывать заказчику о том, что ты что-то понимаешь в этом дизайне. Главное, что это же формирует еще и твое самоощущение, в первую очередь. И когда ты понимаешь, что ты чего-то стоишь, то тебе уже вообще комфортней, даже не со стороны, не с позиции заказчика, а со своей собственной. Тебе комфортнее. Знаете, у меня была просто такая ситуация в жизни. У меня был очень молодой заказчик, парень, и мы с ним встречались в разных местах, в ресторанах, когда только обсуждали концепцию его проекта. И в какой-то день как раз я зову его Бьерн, потому что Миштен в этот день выдает премию, я должна быть там. Ну, там у нас приедет комиссия. Вот, он заходит туда и говорит, фу, какой ужасный ресторан, я бы в жизни тебя сюда не позвал. И мне так смешно, вы знаете, потому что такой, ну, сидишь и думаешь, ну, конечно, да, ну, да, ну, ты бы не позвал, но Мишлен пришел, звезду дал. Спасибо. И, конечно, вот этот вот момент, когда все нормально, да, и с внутренним самоощущением, и ты понимаешь, что ты востребован, и у тебя все в порядке, и действительно, у тебя очередь из заказчиков, и завтра будет следующий, и послезавтра будет больше, то ты спокойно и комфортно объясняешь, что ты заказчик, у тебя нет вот этой истерии, что он первый и последний, да, и вот это тоже, вот твоя популярность, она формирует именно это вот самоощущение, что тоже немаловажно. Да, безусловно. Ну, вот я к тому, что это вот не обязательно, чтобы кто-то выходил, снимал, это просто привычка, буквально там 5-10 минут в день, и все. Я буду тоже нарабатывать, у меня тоже нет этой привычки, мне надо ее нарабатывать, буду нарабатывать, причем я еще что-то снимаю, но вот выкладывать. Нет, нет, это просто-напросто привычка, ко всему, в общем-то, начинаешь адаптироваться, когда осознаешь это о том, что это работает, то это еще лучше, это является еще лучшим стимулом делать. Вот поэтому, да, я, мы хотели с вами полчаса поговорить про флиппинг, поговорить 5 минут, я думаю, что, я не знаю, сейчас у меня тут зависло, нет, пишут спасибо за эфир, не знаю, про что-то пишут, главное, чтобы полезно было, наверное, это про, тут канадские дизайнеры покупают винтажную мебель для своих проектов и переделают ее или на аукционах, это выгодно, а в России вы такие варианты... Да, у нас есть гаражные распродажи, мы на них ездим и тоже покупаем, и более того, еще мы оставляем мебель иногда ту, которая у нас есть уже на квартирах, когда мы покупаем, мы ее перекрашиваем и оставляем, тоже вариант. Да, тут еще ждут дальше информацию про клиппинг, ценно пишут, да, спасибо за эфир, прекрасный эфир, я считаю, что это очень вдохновляющий эфир, он позитивный и понятно, куда можно стремиться, куда направить свои силы в работе, и в принципе, конечно, тут развиваться и развиваться, ограничений нет, главное действовать самим. Катя, огромное спасибо, что вы вышли со мной в прямой эфир, я его обязательно сейчас сохраню, и поделюсь этим эфиром, и как всегда, я делюсь еще на ютюбе, там, кто сегодня не посмотрел, потом без VPN, могут и на ютюбе посмотреть. Отлично, я пока что даже не знаю, как скачать видео из Инстаграма, потом напишу вам в личку, спасибо большое, за приглашение, спасибо, очень здорово, на самом деле, я очень рада, что отзывается, вообще, что с дизайна отзывается всем, что еще больше к нему интереса, я прям счастлива. Знаете, вот когда из любой ситуации, когда есть работа, интересная работа, она просто вытаскивает тебя и делает человека гораздо более счастливым, потому что, когда нечем заняться, то люди в унынии, а тут, в общем-то, есть поле, в котором можно действовать, развиваться. Еще последнее скажу, на самом деле, знаете, вот что можно найти в любом, потому что это вообще не относится, да, но это относится к теме, что нам позволяет развиваться, я сегодня читала для пекарев и кондитеров, у меня было выступление, и передо мной читала девушка, с которой мы даже договорились встретиться в субботу, потому что я просто восхищена. У нее хлеб да винчи, ресторан, который она делает, она делает разноцветный хлеб, каждый день у нее 15 сортов разного хлеба, она так творит через тесто, и когда ты видишь такого заряженного человека, и у нас такое количество инструментов на стройке, представляете, а у нее только тесто, и она из этого теста что только не делает, у нее синий хлеб, ну любой вообще там, она красит это капустой, вот этими нейтральными красителями, и я когда слушала, она была передо мной, я была просто, я даже не дышала, мне кажется, потому что мне казалось, боже мой, ну вот творец, да, вот у нее нету даже таких вот инструментов, которые есть у нас, и то она умудряется столько всего создать, вот, поэтому, а у нас прям миллион всего, прям бери и делай. Катя, тут еще один вопрос, вы отказываетесь от каких-то квартир? Я отказываюсь, ну, мы не сможем сделать все, что мы хотим, если мы не будем отказываться, да, нам приходится, конечно же, выбирать, у нас небольшое бюро. Хорошо. Надеюсь, что мы на все основное ответили, и если что, я действительно сохраняю эфир, под эфиром, вы можете прокомментировать, задать свои вопросы, и Катерина, наверное, на них ответит, правда? И следите за ее новыми интенсивами, не пропускайте, это безумно интересно, захватывающе. Спасибо. До свидания. Будем прощаться. До свидания. До свидания. До свидания.